Мы заканчиваем сегодня, заканчиваем сегодня тему радость и завтра у нас будет следующая тема врата беспокойства, так что не беспокойтесь, мы начнем не завтрашнего дня, а со следующего раза начнем работать с беспокойством и вы перестанете беспокоиться. Итак, значит, мы дошли до того, что мы поняли следующую вещь, что бетахон, уверенность упования на Всевышнего, бетахон, уверенность упования на Всевышнего, это приводит к радости, а к бетахону приводит вера, то есть тут все очень просто понятно, вера во Всевышнего, что все будет хорошо, приводит к уверенности во Всевышнем, а уверенность во Всевышнем приводит к радости. И верить, что все будет хорошо, и испытывать бетахон, то есть упование на Всевышнего, нужно в восьми категориях. Всего лишь в восемь категорий. Вот можно прям себе повесить такие напоминалочки. Первое, в здоровье полагаюсь на Всевышнего и занимаюсь зарядочкой. И будет все хорошо. И вы радостные, значит, пьете водичку. Второе, с деньгами будет все хорошо. Я верю, что Всевышний не для того яблоньку выращивал, чтобы было все плохо. Значит, будет все хорошо. Все, и вы радостно идете на работу. Третье, с родственниками. Значит, раз он мне родственников дал, значит, он о них и позаботится. И каждый же родственник, он больше всего тоже за себя должен заботиться. Поэтому, слава Богу, всех люблю. Мне через меня Всевышний даст еще, мне даст за это награду. Все будет хорошо, значит, с родственниками тоже хорошо. Четвертое, с чем должно быть хорошо, это должно быть хорошо со мной. Дальше человек должен думать о том, чтобы Всевышний дал ему возможность внутренне быть, именно двигаться в правильном направлении, внутреннем. Как мы двигаемся? По качествам, по стремлениям, по направлению мысли, по желаниям. Потому что, если человек хочет, прям искренне, 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 сильно хочет постигнуть мудрость Всевышнего, Всевышний ему открывает. Но тут главное хотеть. Потому что, вот я сейчас хочу, а потом вдруг не хочу. Так вот, нужно полагаться на Всевышнего, четвертое, что, значит, даст он мне сильное желание, я буду выполнять заповеди, все будет хорошо. Учить Тору, молиться. Пятое, это нужно полагаться, что Всевышний даст ресурсы, вот как Демир все время нам желает, чтобы было ресурсы и главное желание для добрых дел. И ресурсы, и желание для добрых и благих дел. Потому что тоже, вот об этом и надо просить. То есть, у человека главное желание, намерение. Так если нет намерения, проси Всевышнего, чтобы дал намерение. И вот, и полагайся на это. Это пятое, в чем должен быть бетахон. Шестое, что, шестое, что там у нас было, что в этом мире награда не заберет у меня награду грядущего мира. Седьмое, что будет грядущий мир. И восьмое, что мы увидим храм и Машерха в наше время. Все, вот мы в этом уверены, верим в это. И как следствие накрывает большая радость. Дальше он продолжает. Есть польза, радость еще и та, о которой говорил Ильяу Анови, пророк Ильяу, указывая на двоих. Была такая история, да, если вы захотите ее посмотреть глубоко. Откройте Талмуд, трактат Таанит, 22 страница. И в Талмуде Вавилонском рассказывается история, как один из мудрецов встретил Ильяу Анови. И он ему говорит, слушай, пророк Ильяу, который поднимается и ходит между духовным и материальным миром уже много лет. Он же придет, скажет, Ильяу Анови придет, скажет, что приходит Машех. Он объявит об этом. И, значит, кто-то из мудрецов встретил Ильяу Анови. Ему говорит, слушай, а покажи мне, пожалуйста. Вот он задал тот же вопрос, который Дамир Партнер все время задает. Ну, а как там будет вообще? Как туда попасть? Вечный мир, как же туда попасть? И он ему говорит, покажи мне тут вот, кто конкретно удостоился уже грядущего мира. Покажи. Ильяу Анови смотрит, это была рыночная площадь. И он, значит, смотрит, ему говорит, вот те двое. Тут начинают присматриваться, кто это те двое. А они, знаете, кем были, кто точно у них есть грядущий мир? Они были веселыми людьми. Первое качество. Прямо написано, что они были бодханим. Бодханим это те, которые веселыми людьми. Печального они веселили. То есть они печального пытались расщекотать. Знаете, как есть такая шутка? Что вот насколько Петросян, он предан своей профессии. Что когда над его шутками люди перестали смеяться, так он выбегал в зал и их щекотал. Настолько он хотел их развеселить. Вот они, значит, печальных они веселили. Со спорщиками шутили. Значит, стоят люди, ссорятся. Один заодно, другой другое. А они подходят к ним. Ну, там, шутка, прибаутка. Значит, те ссориться перестали. Пока те не мирились. И я видел еще один комментарий, что они делали мир между мужем и женой. То есть они были семейные терапевты еще. То есть они были веселые. Они людей веселили, спорщиков мирили. И мужа с женой мирили. Потому что, когда муж с женой ругаются, это очень потом оказывает большое влияние глобальное на разрушение мира. Они злятся. Они, дети, страдают. И вот от вот этого вот распада института семьи, дальше это зло начинает распространяться. Поэтому стараться мирить мужа и жену, значит, веселить, радовать, это очень богоугодное дело. И вот Иляут сказал, она видит, что вот эти двое у них точно есть Алама, а вот точно есть у них грядущий мир. Поэтому в этом есть, пишет автор этой книги, большая польза быть веселым и радостным. Что тот, кто весел и радостный, у него есть, значит, надежда. Есть надежда, что будет у него все хорошо. Дальше. Но он говорит, не радость... А, тоже касается учебы. Начинают с чего-нибудь веселого, чтобы отворить сердце и разум, чтобы учиться с радостью. Значит, вот мы будем стараться больше шутить. Видите, я уже тоже стараюсь, я уже тоже прочитал, как я стараюсь сегодня шутить. Значит, но, пишет он дальше, не радостью гнусной или пустой и никчемной, а радостью, связанной с заповедями. Как говорил царь Давид, мудрейший из людей, царь Давид говорил, заповеди Всевышнего прямы, радуют сердце. Ки-я-шарим, эм-дар-ке-ашем, мисам-хэ-леф. Кудэ-ашем. Кудэ, приказ Бога. Заповеди, приказ Бога, он сказал. Хорошо, значит, но, я думаю, что возникает вопрос, возникает вопрос, а если страдания приходят к человеку, что делать? Вот он здесь пишет. И когда на долю человека попадают страдания, следует радоваться, так как сказали мудрецы, что страдания, они тоже у них есть какая-то польза, да, и если ты к ним так относишься, то ты можешь радоваться, то есть ты найдешь в них какую-то пользу. Сказали они так, что тот, кто радуется страданиям, приносит спасение в мир. И приучи свои уста говорить это к лучшему. Или, можно так сказать, в трактате Брахот, 60-й лист написанное, все, что Всевышний делает, к добру. Да, вы можете сказать, что нет, типа, это глупо. Кто-то может так сказать, например, да? И вот вы неправильно сказали, что это глупо. Приводит он пример, очень простой пример. Двое купцов отправляются в путь. Значит, сняли они, ну, это же время тысячи лет назад было. Они договорились, место на корабле, отплывает корабль, например, там, Колумб. Колумб говорит, все, собираю три корабля, плывем сейчас, откроем новый путь в Индию, например, да? И вот два купца арендовали себе место на этих кораблях, значит, заняли денег, накупили товаров, все, думают, мы сейчас поедем по дороге, разбогатеем. И вот они, значит, приближаются день отплытия корабля, и один из них ломает ногу. А в то время сломать ногу это было не как сегодня, намного хуже, ему там как-то эту ногу пытаются вылечить. И он расстраивается, думает, все, я потерял деньги, которые заплатил хозяину корабля, я потерял деньги, эту сумму я потерял, там, сто долларов за билет я потерял, все, что же мне делать, я ногу сломал вообще, а теперь я же эти товары все накупил, и как же я теперь буду их здесь продавать, вообще, я еще попаду там на тысячу долларов. Почему он так расстраивался, просто рыдал. Но корабль отплыл без него. Проходит месяц, и он узнает. Весь месяц он расстраивался, лежал в гипте, расстраивался, и плакал, и что, как ему не повезло, страдал. А через месяц приходит какой-то человек и говорит, вы знаете, а корабль-то тут утонул, утонул тут корабль. И он прямо с этим гипсом начинает прыгать, танцевать, и говорит, ааа, слава богу, что я потерял билет на этот корабль, слава богу, что я, значит, не отплыл на нем, слава богу, так бы, я хоть с гипсом и с убытком в тысячу долларов, но слава богу, что я живой, потому что я гипс снимем, тысячу долларов заработаем, а тот, кто отплыл, он, у меня был один знакомый, он прямо перед, и меня приглашал, говорит, давай, перед войной, он говорит, давай, говорит, сейчас накупим квартиру в Одессе, и будем в Одессе, это же вообще классный бизнес, вообще такой, квартира в аренду, посуточная, там сдавать, все туда едут, все. И, значит, вот так вот, и я думаю, что, слава богу, что я сказал, что я не занимаюсь такими проектами, ну, то есть, это вообще ко мне не имеет отношения, а он, значит, купил, и очень, очень расстраивался после этого, конечно, потому что в последнее время там мало кто арендует. Хорошо, теперь дальше, он говорит, радоваться надо перед уроком, но, и радоваться надо в жизни, даже если приходит неприятность, должен быть бетахон, уверенность во Всевышнем, что это к лучшему. Дальше, есть очень хорошая радость, веселить жениха и невесту. Это огромная заповедь, мы видим, что соединять людей, если муж и жена мирятся, то делать, вернее, ругаются, делать между ними шломбайт, это огромная заповедь, делать между ними мир. А помогать в создании семей, вот, когда веселит жениха и невесту, еще одна добрая радость, голос радости, голос веселья, голос жениха и невесты, это пророк Ирмия говорил. Поэтому, если вы хотите, вы можете прямо через Якова Шатадина участвовать в помощи свадьбам, если женятся, обязательно там есть, бывает, помочь сиротам, да, организовать свадьбу, жениться, у них нет родителей, кто им поможет. Поэтому это огромная, огромная заповедь, огромная радость создавать семьи, помогать семьям, это очень хорошо. Дальше, следует радоваться в субботы и праздники, и в Пурим тоже, потому что все это в память об исходе из Египта, и в память о чудесах, которые Всевышний совершил, которые Всевышний совершал. То есть, это очень-очень важная такая вещь. Уметь радоваться тому, что Всевышний сделал уже раньше. У каждого из нас были личные какие-то чудеса, выздоровления, какие-то чудесные события, годовщина той же свадьбы, да. Почему люди разводятся? Потому что они перестают радоваться друг другу и радовать друг друга. А если бы, например, каждое утро муж просыпается и женя говорит, я тебя поздравляю, сегодня 8 лет и 243 дня со дня нашей свадьбы. Давай отпразднуем. Она говорит, жена, давай отпразднуем. Все, как бы они развелись, если бы они праздновали каждый день. Но из-за того, что они перестают праздновать и перестают радовать друг друга, в какой-то момент, начинают смотреть, о, сегодня там не так, как я хотел, или там не так, как я хотела. Все, у них проблемы. Поэтому радость нужно и то же самое со Всевышним. Каждую субботу это радость, каждый праздник это радость, пурим это огромная радость. Теперь, ну как радоваться? Говорил нам пророк Ишая, что если назовешь субботу наслаждением, удостоишься наслаждением перед Всевышним. Значит, есть такая вот очень интересная вещь, слово наслаждение, да? Вот, можно взять одно и то же, одно и то же наслаждение, да? Например, кто-то любит, кто-то любит кофе. Теперь, можно кофе выпить, два глотка, нету кофе. А можно пить кофе с наслаждением. Как с наслаждением? То есть, сесть, взять там чашку перед кофе, если нагреть, кофе будет вкуснее. Это прям, особенно если эспрессо, там, вы делаете в кофемашине в горячую чашку. Вот, если в Италии, как делают кофе, у них на кофемашине сверху стоят чашки, чтобы они были горячие. Потому что, когда ты наливаешь кофе в горячую чашку, совсем другой вкус. Делаешь кофе и с наслаждением, именно медленно, ты делаешь, понюхал там первые, то есть, можно, одно и то же удовольствие, если ты его берешь с наслаждением, то его можно увеличить в сто раз, если ты делаешь это осознанно. Так вот, суббота, если назвать наслаждением, то удостоишься наслаждения перед Всевышним. То есть, умение получать радость от жизни, это тоже, тоже, великий, великий, такой навык. Вот, теперь он дальше пишет, смотрите, очень интересная такая вещь, прямо удивительная для меня была. Где еще можно получать радость от жизни? Наблюдая веселье злодеев и наслаждение преступников, также следует радоваться. Но он пишет, вот смотри, давайте я вам прочитаю, для меня это тоже был вопрос, то есть, я как бы не, не очень понял этот момент. Смотрите, «Наблюдая веселье злодеев и наслаждение преступников, также следует радоваться. Говоря, как написано в Талмуде, если уж такое, тем, кто нарушает волю Всевышнего, да, и они радуются так, то исполняющим его волю, то есть, людям, которые выполняют заповеди, значит, во много раз будет больше наслаждения. Просто, очевидно, эта радость приготовлена там». Об этом говорил царь Давид, и приводится пример такой, из Медрошей, которая больше двух тысяч лет назад написана. Пример такой. «Как-то царь пригласил гостей, и гости приезжают в царский дворец, смотрят двор, а там собаки пожирают гусей и кур». Раньше даже у царей во дворе были гуси и куры, и собаки их пожирали. И они говорят, «Ничего себе, если у него собаки так гусей и кур пожирают, так как же нас сейчас накормят?» Наверное, это будет что-то фантастическое. Раз у него даже собаки, у этого царя гусей и кур едят. Так же здесь он предлагает. Когда у злодеев что-то хорошее, ты думаешь, «Вот вообще, наверное, мне сейчас сегодня точно что-то приготовил получше». Ну, вот такой вот он дает совет. «Но» говорит он здесь, теперь предохранитель. Вот многие скажут, «Да я стараюсь, все выполняю, у меня не получается». Есть вещи, в которых мы теряем. И на эти вещи, бывает, человек, вот он все делает правильно, а что-то делает неправильно, у него вся вот это благословение, которое на его идет, оно куда-то проваливается. Как человек, который кладет деньги в карман, а в кармане дырка. Значит, пишет он, «Следует весьма остерегаться, радоваться тому, что есть благо для него, но оборачивается злом для другого». Вот человек, например, он радуется, он выполняет заповеди и ждет, что сейчас Всевышний ему поможет. Потом он покупает, например, у того купца, который сломал ногу в предыдущем примере, он у него скупает зерно, например. Скупил он у него зерно, тот думает, «А, ну, все равно никуда не поплыву, продал ему все зерно». И он пишет, например, человеку, у которого много зерна, пусть он не радуется голоду и повышению цен на зерно, ради своего блага, да не радуется несчастью многих. Представляете, он, значит, накупил зерна вокруг голод. Он думает, «Ну, отлично вообще, вот мне повезло». И он нарушает вот это предостережение. Он радуется тому, что другим плохо. Но он радуется, «Я накупил зерна, сейчас зерно подняло в цене, я много заработаю». А Всевышний говорит, «Ты нарушил здесь, ты не должен был радоваться, ты должен был именно сказать, конечно, жалко мне всех и вообще не радуюсь. Я с тяжелым сердцем продаю зерно дорого. Часть этих денег я передаю в фонд десятину, там, даже 20% от этого миллиона, который я заработал на зерне. Передаю в фонд помощи там, бедным, пускай именно бедным, у которых вообще не денег, поддержат. А те, которые заплатили мне дороже просто, ну, те, у кого были деньги, ну, что делать? Значит, значит, Всевышний так решил. Но я не радуюсь, вообще не радуюсь. То, что у людей голод для меня тоже огорчение, но то, что я заработал, значит, Всевышний так захотел, за мои какие-то там хорошие дела он мне дал заработок. Но многие же люди этого не знают, и они начинают радоваться, прыгать, а, голод, повезло, повезло, оп, и мыши съели зерно». Или там, я знаю, вот мне рассказывали историю такую, как кто-то, он купил зерно, значит, купил зерно, сейчас тоже там зерно, поднялись цены из-за войны и так далее. И он радовался, что сейчас хорошо заработает, учитывая сложность ситуации. И у него не получилось заработать, там что-то, оно остановилось, очень тяжело вывозить зерно и так далее. То есть, может быть, поэтому, я это тоже не знал до сегодняшнего дня, что нельзя, даже если тебе хорошо, но за счет того, что другим плохо, радость это запрещено. И вообще, в заключение он пишет про радость, «Да не радуется несчастью любого человека». То есть, нельзя радоваться несчастью любого человека, потому что главная заповедь Торы в «Возлюби ближнего, как себя». И наоборот, вот тут вот очень сильный лайфхак, который я вам сейчас хочу дать, который, я думаю, что он оказывает максимально позитивное влияние на жизнь человека. Пишет он здесь так, и пусть приучит сердце свое радоваться благу другого. А более всего, пусть радуется, когда видит людей, которые ищут возможности исполнения заповедей, чтобы исполнить волю Создателя, благословен он. Значит, нужно научиться радоваться радостям других людей. Когда, вот смотрите, например, я читаю «Ана» на СК, да, «Ана». я там у Ани все хорошо, я радуюсь, все, Аня старалась, Аня работала, Аня там вообще просто годы посвятила тому, чтобы у нее было все хорошо, а я радуюсь за Аню, мне это вообще несложно. То есть, я получаю радость за Аню, она вложила труд, чтобы у нее получилось, а я за нее радуюсь, что слава Богу, что у Ани получилось. Представляете, как это легко и эффективно радоваться радостям других людей. То есть, ты можешь, потом я радуюсь за, например, там, за кого я еще радуюсь. За там Эстера я могу радоваться, за Моши Шитмана я могу радоваться, за Романа Иванишина могу радоваться, могу радоваться за Максима Каримова, могу радоваться за Светлану Мюллер вообще и за Милу Лурия могу радоваться. И, в принципе, даже я могу порадоваться за человека с именем Лосиет, Лосиет, Люся, есть как французский бренд такой, косметики, да, то есть, получается, что я сейчас, порадовался за, там, 20 человек, получил огромную радость, а что мне это стоило? Ничего. Но мы же знаем, что радость, она, когда у человека есть сердце, он радуется за других людей, то это заповедь, а если это заповедь, то приходит божественное присутствие, приходит мудрость, приходит здоровье. Тому, кто умеет радоваться, тому приходит все остальное. Поэтому этот вот лайфхак, я считаю, очень важный. Радоваться, пусть приучит сердце свое радоваться благо другого, а более всего, пусть радуется, когда видит людей, которые ищут возможности исполнения заповедей, чтобы исполнить волю Создателя. То есть, радуемся за всех участников Войкры, чтобы у них было все хорошо, и, значит, каждый, наполняясь радостью, он выздоравливает, он притягивает в себе хороших людей, хорошие отношения, деньги. Ну, и, в принципе, радость это конечная цель всего. Так, если вы умеете ее получать легким путем, то вообще отлично. И дальше написано, что, когда Божественное присутствие вернется в Сион, что будет величайшей радостью, как написано, тогда наши уста наполнятся смехом, и язык наш радостью, тогда скажут народы, Всевышний совершил с ними великое дело. То есть, еврейский народ, это знак для мира присутствия Всевышнего, это, это, Израиль, Иерусалим, Третий Храм, все это очень важно для всех людей в мире, поэтому мы говорим в 126-м Псалме Царя Давида, уста наши наполнятся смехом, а язык радостью, когда будет явное Божественное присутствие в этом мире. И мы с вами, Баруха Шем, слава Богу, мы его приводим своей радостью, мы его приводим миру, Чобай Тора, радостью, и скоро будет у нас с Божьей помощью миллион часов изучения Тора, и тогда будет вообще мир наполнится светом. Все, спасибо всем, кто приходит на уроки, кто помогает, партнерам, спонсорам, друзьям, тем, кто приходит на уроки, тем, кто делится уроками. Спасибо, с Божьей помощью, значит, скоро миллион часов изучения Торы в месяц осветит этот мир таким светом, что точно уже будет третий храм. Все, всем счастливо, очень радуюсь за Дэна Дубравина, уже много лет, и сегодня буду радоваться за всех, за всех участников наших уроков. Завтра уроков в 10, смотрите, я прилетаю, ну, не будет, потому что я только прилечу в 10, поэтому с Божьей помощью завтра учимся под другим уроком, зайдите, пожалуйста, на Тора, Тро, наш бот, есть очень много за 7 лет уроков, которые вы еще не смотрели, посмотрите, завтра в 10 какой-то урок не в прямом эфире, а просто урок из прошлого, найдите, про Шаваот есть цикл уроков, очень классный урок есть у нас на сайте, вы можете через сайт вайкра.ком найти уроки про Медилат Рут, сейчас мы приближаемся к празднику Шаваот, и на Шаваот читают свиток Рут, это была бабушка царя Давида, и есть, в Торе есть свиток Рут, и там есть в моем уроке был цикл уроков с объяснениями, очень у вас прям откроется эта история с очень интересной стороны, найдите, пожалуйста, на сайте вайкра, в Вильнюс, я сегодня еду, я прям сейчас выезжаю, я поэтому спешу, я сейчас выезжаю в Вильнюс, и сегодня с Божьей помощью буду в Вильнюсе. Все, всем счастливо, удачи, до встречи. до встречи, божье, Продолжение следует...